следующие ответы на вопросы привет расскажи пожалуйста себе тамила пишет как ты понял что ты аутист я понял что я аутист в этом году только я об этом узнал в 2016 году когда я посмотрел информацию стал смотреть информацию о аутизме в интернете и нашел современную пока не нашел сам внимательно смотреть пока не нашел современную информацию о аутизме особенно на сайте нейро разнообразие в россии и сайте asperger.ru я изучал это и понял постепенно понял что я сначала я в штыки это воспринимал потому что местные российский менталитет очень сильно воздействует на меня воздействует и понимаешь когда ты живешь допустим если ты вот живешь в обществе где совершенно ничего не знают аутизме то которое отдалено от окружающего мира то в этих совсем в разных вот областях тут и же даже сам себя будешь ненавидеть если даже ты аутистом являешься и отрицать это напишите что ее ребенка 36 лет и года им поставили аутизм вот повезло что вам поставили аутизм потому что потому что мне и людям кто постарше им не ставили аутизм и ставили шизофрению или отсталость умственную или просто посылали их на три буквы и говорили что воспитывайте лучше ваш ребенка или это пройдет или просто посылали потому что вот такая медицина в россии вам поставили аутизм это уже говорит о том что к вам не отнеслись по-свински как ко мне я хочу чтобы он научился выживать в этом мире бороться со своими страхами поставить смайлики после слова страх страхами вообще-то в этом нет ничего такого это серьезно и нет смысла ставить смайлики скажи чего тебе не хватало в детстве и я не знаю думала ли ты что-нибудь что-то по-другому и ты бы стал другим или может чувствовал себя лучше извини за наглость такими вопросами да тут нет никакой наглости потому что ты не представляешь каким как мне грубые пишут и к мне уголовник угрожаю выражает из москвы и оскорблял меня звал животным и меня просто меня посылают на три буквы и угрожают и унижают и постоянно ты не представляешь как как то что ты пишешь ли никакой наглостью не является по сравнению с тем что обычно мне пишут извини что на ты как-то сама получилось но это абсолютно вежливые сообщения ты не представляешь как пишут окружающие люди и один парень там из моего города меня скорбляет в общем из-за того что я аутист и считают меня шизофреником и позе позером как увидел мою страницу общем и сразу стал меня оскорблять там причем он сам является позером и одевается там и все такое я не не одеваюсь как-то особенно и меня то есть каждый сам судит по себе вот каждый судит по себе вот кто как испорчен вот так и будет судить если аутизм это то что внутри тебя и ты являешься позером потому что ты никак не одеваешься никак не выделяешься ты просто пытаешься говорить информацию о аутизме это никому я никому об этом не навязывал и никому на странице это не писал не спамил никому об этом вопрос зашел на мою страницу и начал меня унижать его это так так его разозлило то есть в россии аутизм считается шизофренией позерст позерстом если ты пытаешься защищать свои просто говорить информацию о аутизме вот какая какой фашизм какое отсутствие гуманности какая бесчеловечность здесь присутствует какие-то жестокие люди мне просто тяжело очень меня просто очень плохо здесь я просто мне очень ужасно мне очень плохо так скажи пожалуйста все ты можешь увидеть обо мне все видео на любви в контакте там и я художника рисую портреты ужасные меня нападали за мои портреты там вашим поведением что даже не знаю комфортно отвечать а что тебе комфортно моя деятельность в том что я расписываю стены в улице видео есть в этом мире бороться своими страхами чтобы он выживал в этом мире бороться своими страхами это нужно понять насколько это нужно тебе смотреть информацию о аутизме на сайте нероразнообразие в россии постоянно делаю пиар хотя мне они не копья разка знаю не делают короче я ничего не получил от того что я там борюсь за свои права вот эти вот кто меня ненавидят в россии они думают что я это делаю там ради вы какой-то выгоды у меня никакой выгоды этого нет меня только проблемы от этого появились вы не понимаете но здесь ничего здесь уничтожают человека втаптывают грязь вот в россии и его еще больше обвиняют еще больше обвиняют еще больше ненавидят то есть здесь это как ад то есть здесь только короче я не знаю сами судите представь что ты человек и тебя втаптывают грязь и тебя ещё больше за это ненавидят еще больше обвиняют и еще больше презирают и придумывают тебе обвинение. Причем они судят о себе, по самим себе. Если кто-то позер, то он будет тебя позером называть. Если кто-то там лицемером, то он будет тебя лицемером считать. Все просто, потому что ты пытаешься... Я даже никому не спамил насчет этого аутизма. Такая ненависть здесь это вызывает. Все. Скажи, чего тебе не хватало в детстве? Ой, это настолько длинная история. Столько мне надо будет рассказывать, что это не хватит. Мне не хватает все это рассказать. Но я расскажу об этом, смотри видео мои. Я действительно был другим. Мне не хватает силы, чтобы ответить на эти вопросы, потому что я тебе нужно много об этом отвечать. Всего. посмотри мое видео в ютубе. Видео взрослый аутист, часть первая. Там я рассказываю вкратце о себе, и там видишь особенности. Но нужно понимать, что аутисты разные бывают. Нужно, короче, и в цивилизованном мире смотреть, как относятся к аутистам, и с ними в них интересоваться. Я не знаю английского языка. В России никто тебе не поможет с аутичным ребенком. Здесь вообще человеку... Здесь фашистское... Ну, здесь падающего подталкивают. Если ты чуть-чуть отличаешься, то тебя просто будут сжирать здесь, в России. Нужно объединяться. Я вот пытаюсь сделать акции по аутизму, но я не вижу никакой благодарности, что здесь среда здесь совершенно неблагодарная. Сами аутисты, они даже не будут объединяться со мной. Хотя я нуждаюсь в любви и поддержке. в любви и поддержке. Продолжение следует...